Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал, на новые видео. Сегодня я буду готовить, даже не знаю, как это назвать, это будет типа мантов, но я их хочу по-другому складывать. Сейчас обязательно я вам покажу. Это будет очень быстро, тесто покупное. Я уже пробовала простые манты из него делать, и сейчас на тиктоке увидела, я даже не знаю, как этот рецепт называется, но оно похоже было как бы на манты, да, и я думаю, ну тогда я возьму это же тесто и начинку, как на манты, и их просто по-другому немножко скручу, и также это варится все в этой мантоварке, в пароварке. Вот. Здесь у меня уже нарезана тыква. Я очень люблю тыкву и манты с тыквой. Здесь у меня тыква и немножко лука, все там соль, перец, добавляю еще тоже куркуму и молотый имбирь, тоже люблю. Вот. Это только я ем. Больше никто этого не ест. Здесь у меня уже фарш говяжий свинины 500 граммов, и я туда еще сейчас нарежу лук, и хочу вам порекомендовать вот такую штучку, чтобы лук резать. Я от этого красного лука у меня всегда слезы бегут, уже когда я его чищу, и мне это очень удобно, что я могу его хотя бы на мелкие кубики, на мелкие кусочки нарезать вот в этой штуке. Я разрезала его на 4 части. Смотрите, смотря какой у вас лук по размеру. Конечно, если вы его будете нарезать там в кругляшки, эта штука не пойдет. Но вот как раз вот, чтобы его мелко измельчить, да, там на фарш, на другие всякие блюда, очень удобная штука. И я, по-моему, за нее отдала всего 6-7 евро. Покупала я ее как-то в Росмане, но они часто в разных магазинах бывают. И что главное, это не электрическое. Я не знаю, как электрические измельчают. Я побоялась брать электрическую. Во-первых, опять нужно искать розетку. И во-вторых, как бы она слишком уже там это все в пюре не превратила. Такое я тоже не хотела. Я хотела, чтобы кусочки оставались. Так вот, я нарезала сюда 2 таких, ну, это более маленькие луковицы такие. Разрезала их на 4 части. И теперь... И вот смотрите, как идеально он мне это измельчил. На такие очень маленькие, нежные кусочки. Вы можете, конечно, еще побольше или поменьше. Не так часто подергать за этот шнурок. И у вас кусочки более побольше останутся, как вы хотите. Но очень рекомендую. Так же, как она тоже очень быстро моется. Здесь и что, вот эта крышка, чашка и ножик. Все. Все, потом в мясо отправляю. И не нужно мне тут стоять и плакать с этим луком. Очень люблю такую. Она есть от Тупая Вара тоже, но она очень-очень дорогая. У меня была как-то от Тупая Вара. Два разных размеров даже у меня было. Еще чуть побольше одна была, где вы там тоже так же и морковку можете измельчать, и паприку. Ну, чтобы побольше овощей, да, когда вам нужны. Вот. И они очень дорогие. По-моему, маленькая стоит 40-45 евро, а большая вообще под 60, по-моему. И они у меня как-то сломались. А эту волокиту там искать, кто это распространяет, да, так, наверное. Эти Тупая Вара неохота. Потом они захотят у вас опять вот эти партии всякие делать. И я думаю, ладно, куплю себе просто дешевенькую. Хотя с той, конечно, тоже очень удобно было. Так, еще отправлю сюда соль. Не знаю, я возьму, наверное, сначала только вот чайную ложечку. Перец. И тоже добавлю молотый имбирь. Вот. Сейчас это все перемешаю. И опять к вам подключусь, когда достану тесто. Итак, берем вот такое тесто. Фляммкухентайк. Уже готовые. Из магазина. Я не знаю, я думаю, в других странах, наверное, тоже наподобие такое есть. Я надеюсь. Ну, в Германии вы точно в любом магазине это найдете. Я уже сказала, да. Я увидела, по-моему, это на ТикТоке, что ли, что манты делали из этого теста. И я это как-то попробовала. Это очень хорошо получилось. И мне это понравилось. Вот так на быструю руку сделать, приготовить манты. Это же раз-два. Поэтому я буду этим лайфхаком, да. Как сказать, буду 100% дальше пользоваться. Конечно, иногда можно и самой тесто сделать. Но в моем случае всегда надо все быстро. И чтобы все-таки все равно вкусно было. И мне это очень подходит. Так вот. Значит. Я говорю, я как бы этот рецепт... Ну, там, конечно, тесто они сами делали. Не знаю. Очень похоже как бы на манты. Просто другое как бы... Слеплен... Скручение, складывание теста. Вот. И соус там тоже еще такой приготовили. Подумаю. Может, тоже приготовлю. Не знаю, будут мои его есть или нет. Вообще-то мы манты любим просто так и есть без ничего. Но очень вкусно тоже выглядел вот этот соус. Подливка к ним. Может быть, тоже сделаю. Так вот, разрежу и сейчас попробую, попытаюсь на одинаковые квадратики. Если у меня это получится. У меня... Ну, здесь уже не квадратики получаются. Как сделаем? Ну, ладно. Думаю, ничего страшного. Сделаем вот так. Вот. И теперь буду складывать туда начинку. Начнем, наверное, с мясных. Вот они вот так складывали. Вот так. И вот так заворачивали, чтобы получились вот такие роллин, да? Вот так. И вот таких я сейчас налеплю. И потом отправлю в мантоварку. Но у меня это не мантоварка. У меня это... Пароварка, скорее всего, да? Называется тогда. Тоже, думаю, все, купить хорошую, настоящую мантоварку. Но еще никак не решусь. Вроде не так часто мне ее надо. А пароварка вот эта простая, которая у меня есть, она... Там просто... Ну, я вам потом покажу. Вот такие получаются. Не знаю, как я вот с этими это сейчас сделала. Они не такие аккуратные получились. Обваляю еще здесь немножко в муке, чтобы не прилипло к тарелке. И вот так сейчас их всех сформирую. У меня еще один такой есть. Такое тесто. Когда текость, попробую вот здесь его-то, с этими маленькими. Что получится. Ну, тоже пойдет. Немножко растянуть тесто. Все хорошо закрыто было, чтобы сок не вытекал. Если кто-то знает, что это за рецепт, кто вот в такой форме это делает. Как-то они там сказали, но я это не поняла. Тоже русскоговорящие были, но не совсем рецепт. Как бы я не поняла. Это не совсем по-русски было. Не знаю, от кого такой рецепт. Мне понравился. Решила попробовать тоже. И как раз тоже, чтобы вот с этим тестом, чтобы мне тесто самой не делать. Очень удобно, если вам надо очень быстро манты приготовить. Время нету тесто замешивать. Рекомендую всем попробовать его с этим флямку. Я, конечно, не знаю. Может быть, это и не всем понравится, не всем подойдет. Может быть, вы какое-то специальное тесто по своему рецепту делаете. Это не совсем похоже будет на этот флямку. Не могу, конечно, вам ничего такого сказать. Не знаю. Но мне удобно и вкусно. Вот с таким тестом. Я тоже у меня на канале делала манты со своим тестом. Тесто замешивала. Там, конечно, тоже слепить-то. Что я их вот так сейчас заворачиваю, что я их буду слеплять как бы в нормальную форму. Да, разницы большой нету. Но вот именно что вот тесто можно уже готовое взять. Это очень классно. Что-то, наверное, думаю, наверное, я тоже приготовлю. Но это соус поджарка, что ли. Вот типа такого там морковка, лук, томатная паста была. И их потом туда макать. Очень вкусно выглядело. Тоже, наверное, все-таки сделаю, попробую. Немного так, если не всем понравится. Но все-таки сделаю, попробую. Не забудьте, как всегда, в комментариях написать, что вы готовить будете сегодня или уже приготовили. Посмотрим, сколько идей у нас сегодня наберется в комментариях под видео. Мне сегодня еще нужно будет съездить в город. Я вот сейчас обед сварю. Поеду забирать детей со школы. И потом мне нужно будет ехать в город. У меня завтра у племянницы день рождения. Послезавтра у старшего сына. Ему будет 16 лет. Тоже попробую вам снять там рецепт тортиков каких-нибудь. Я ему такие простые тортики буду печь. Он не любит ни с какими начинками. Он не любит, чтобы там ни фрукты были, ничего. Он любит такие простые, типа кексы, да, по-моему, на русском говорят. Такой троканный кухон. И посмотрим, что я найду. Там у меня, по-моему, есть где-то тесто. Я нашла со сгущенкой. Можно бисквит. Типа бисквита, наверное, это получится сделать. Вот хочу послезавтра тогда, пока они в школе будут, я буду печь тортики. И, конечно же, тоже для вас поснимаю. Попробую вот. И мне сегодня нужно съездить в город, чтобы для племянницы какой-нибудь подарочек. Или хотя бы просто там гудшайн, да, как бы подарочный. Так, я их, наверное, вот так сейчас заверну. Цертификат, не цертификат, как это по-русски называется. Ну, гудшайн, короче, я хочу ей сделать в игрушечном магазине. Если я ничего такого не найду. Она любит очень все вот такое рукодельное. Рисовать какие-то там из бусинков что-то делать. Вот. У нее бабушка вторая от моего, от мужа, от моей сестры. И его мама, она художница. И вот они любят вместе тоже рисовать. Она ее учит рисовать. Очень хорошо у нее тоже получаются красивые картинки. Они вместе рисуют. Вот. Съезжу, посмотрю. Если ничего такого не найду, тогда проще куплю я там этот гудшайн. И пускай она себе что-нибудь выбирает. И сама уже как бы радуюсь съездить в игрушечный магазин. Я там уже давно не была. А, и у моего младшего на следующей неделе тоже будет день рождения. Может, ему что-нибудь найду. какую-нибудь такую мелочь. Он вообще-то хочет трико от Рональду, от его нового клуба. Но я не знаю, найду я здесь по-быстрому такое или нет. Или новые вот эти, новые башмаки он хочет. Ну, не знаю. Это такое, знаете, это может не получиться так быстро. Поэтому я посмотрю, может, там тоже какую-нибудь мелочь для него найду в игрушечном магазине. И я говорю, там уже так давно не была. Никто так сильно игрушки не хочет уже. Наш это тем более. А вот, например, для моей сестры, для детей. Ну, она уже знает. Они как бы определенно что хотят. Ну, мне легче просто взять да заказать это. И не ехать весь в сам магазин. Вот. Ну, сегодня съезжу, пошарюсь немножко в игрушечном магазине. Вам немножко покажу. Тоже цены могу показать. Не знаю, может быть, даже и младший со мной соберется. У него же еще все-таки деньги с Рождества остались, что ему подарили. Не знаю, будет он их копить или захочет потратить. Посмотрим. Так, я сейчас достану еще одну пачку теста. Так, мне надо, наверное, как-то здесь немножко отдельно с тыквой складывать. Ай, он у меня здесь и порвался. Ай, блин. Ну, ладно. Посмотрим. Тыквы я, наверное, много нарезала. Я сейчас еще несколько с фаршем сделаю. И для тыквы-то много и не будет. Но ничего, оставлю. Может быть, как-нибудь на днях заеду тоже. Или вот сегодня поеду, заеду в магазин, куплю еще вот одно такое тесто. И эти с тыквой заверну и отправлю в морозилку. Пускай они у меня там лежат. Чтобы, если я буду в следующий раз делать, чтобы мне тыкву экстра не покупать. А то у меня, видите, даже здесь еще осталось. И я теперь даже не знаю, что с ней сделать. Потому что кроме меня здесь никто не любит тыкву. Даже мой муж. Как маленький ребенок, блин. Фу, не делай это. Я не люблю тыкву. Я думаю, ну ты же взрослый, да. Ну, хотя бы как бы для детей. Делай вид, что надо все пробовать. Нет, ни в какую. Он тыкву ненавидит. Вот, а я люблю там суп из тыквы. Или вот сейчас вот как манты. Ну, ладно. У меня здесь, между прочим, хокаиду, да. Если кому-то интересно. Блин, ну вообще криво отрезала. Да, глаз у меня, конечно, не очень. Ну, ладно. Я тогда сейчас вот это все долеплю. И потом опять подключусь. Так, все, я долепила. Вот эти у меня с мясом. Эти четыре получились из тыквы. Так что имейте в виду, примерно две пачки теста. Вот этого флямкухентайк. Вам понадобится на 500 граммов фарша. Это, конечно, маловато. Это вот сейчас им только перекусить будет. На весь день это им, конечно, не хватит. Но все-таки у меня не захотелось это приготовить. Вот. И всего четыре таких маленьких с тыквы получилось. Но мне хватит. Я еще придумаю, что с оставшей тыквы тогда приготовить. Может, я просто себе пожарю. И вот такие две у меня... Кастрюльки, не кастрюльки. Ну, как их называются. И просто в подходящую эту... На подходящий... Это, блин... Не горшок, а... А, кастрюлю. Вот. На подходящую кастрюлю просто ставите. И все. У меня два вот таких. В Икеа я их как-то покупала. Я посмотрю, если в следующий раз буду в Икеа, и посмотрю, продают такие еще или нет. И, может быть, просто докуплю еще один. Здесь, потому что два тоже маловато для нас. Нужно было бы по три уже этажа как бы готовить. Посмотрю, если есть, просто докуплю еще один такой этаж. И все. И даже не буду покупать мантоварку. Я просто вот на свою кастрюлю сейчас поставлю. Можно, конечно, получше. Она не совсем идеальная, эта кастрюля. У меня уже там вода кипит, надо смазывать и ставить. Можно получше кастрюльку подобрать. Померить в Икеа, какая лучше к ним подходит. Ну, вот такие у меня есть. Покупала я их уже, ну, оба, наверное, бы штимпт 5-6 лет назад. Так что не знаю, может быть, еще есть такие. Нужно мне тоже будет посмотреть. Вы не поверите, как я опять перепугалась. У меня здесь все мои планшеты, все телефоны зазвенели. У нас здесь вели же вот этот Ванзюст Тим. И теперь, блин, из-за каждого, блин, будут нам, значит, слать. Вот здесь я стоит, что просто они предупреждают, что гололед сейчас везде. Или в многих местах, вот, вот так. В многих местах может гололед сейчас быть, чтобы пытаться не ездить на машинах. Блин, я так перепугалась. Так, смотрите, я немножко на черла морковку и лук. Это все здесь я чуть-чуть обжарила. Сейчас добавлю еще томатной пасты туда. Тоже это все вместе обжарю. Специи по вкусу делаете. И залью это сейчас потом немножко водичкой. Все, и дам этому потушиться. И соус у нас тоже будет готовый. Вот так это выглядит. Очень хорошо получилось. Я немножко проворонила и поздно вытащила их. И здесь кое-какие немножко порвались. Но так в целом очень хорошо получилось. И вот с этим соусом тоже очень вкусно. Так что рекомендую, попробуйте. Желаю приятного аппетита. Приятного аппетита. Ой, ненормальные На улице минус 2 градуса Снег лежит, а они собрались и в футбол играть Хоть и Филипп кашляет, болеет Не слушается Не может он без футбола Сейчас я их тогда дождусь Потому что я им сказала, не дольше часа Чтоб они вовремя домой пришли И долго там на холоде не были И потом тогда поеду в магазин Поехали! 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 Погохали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, я приехала домой Много я, конечно, не купила Вы там видели, там огромный выбор Всяких вот таких наборов Чтобы что-то мастерить Там шоколад делать Мыло, слайм, бижутерию Очень много всяких таких вещичек Но я как-то все-таки побоялась Точно не знаю, что ей понравится И решила все-таки взять ей вот такую подарочную карту Так, здесь уже кто-то вымазал Пока меня не было Взяла ей просто вот такую подарочную карту Пускай себе что-нибудь сама выберет Эти свечки это я взяла для моего старшего У меня, наверное, не хватит 16 штук Взяла еще вот такие Лучше Сосульки, да, наверное Взяла тоже две штучки Чтобы и племяннику тоже одну дать Чтобы он совсем не стоял так Взяла ей еще Смотрите, вот такой Ну, типа тамагочи Да, кто такие знает Раньше У меня тоже такие в детстве были Не могла я Как-то захотелось ей взять Стоило всего 4,99 Я еще как бы взяла тут датсу И, конечно же Не судите строго Но я один для себя взяла Просто так Для ностальгии Решила себе тоже взять Потом уж Данилю отдам Может он захочет Вот Там, как я вижу, можно Курочку Кошечку Обезьяну Зайчика О, панду Панду я люблю У меня раньше панды были тоже Ну, не оригинальные Я где-то видела и оригинальные Даже тамагочи Еще Или уже опять Как бы продаются Но у них были только вот такие Я себе взяла оранжевенькие Чтобы, если что, Данилю отдать И своей племяннице И захватила вот тоже Мимо этой книжки Я тоже не могла пройти Так как она пошла в первый класс Она учится читать И умеет уже читать Смотрите, какая классная скидка Всего за одну ойру Эта книжка Стоила она 12.99 От Легу А теперь всего одну ойру Решила Обязательно нужно ее взять Как бы еще тоже доцу И здесь какая-то Мелко, правда, конечно, написана Но ничего Если что, моя сестра ей поможет Вместе будут читать Так что Вот такой маленький подарочек У меня для нее Большой она себе Пускай на эту подарочную карту Сама что-нибудь выберет Я, по-моему, целый час Там в этом магазине проходила Все так красиво Цветное Для Даниля я ничего не взяла Я там кое-что приглядела Но не знаю Раньше бы для него Там вот эти всякие динозавры Этот отдел с динозаврами Вот это было бы для него Он раньше у нас так любил динозавров У нас их столько много было Всяких разных вариантов Но сейчас уже, к сожалению Это время уже прошло Как-то быстро это все Он у нас последний маленький такой И все-таки уже так и не хочет Много игрушек Ему уже тоже Больше что-нибудь такое Подавать Электронные Или вот для улицы Там он тоже хотел А, ну я же вам говорила, да Трико он хочет от Рональду Новое Где он тут в этих Эмиратах играет Ну вот такие у них уже желания Ну все Я, наверное, буду на сегодня заканчивать Увидимся в следующем видео Всем пока И спасибо, что вы досмотрели Субтитры сделал DimaTorzok